ну что, наше время истекло, осталось 5 минут нет никакого, хотя мы опять только, примерно 6-8 часть приготовленного раскопания, не взяли вот эти, давай мне закидывать вот этими вопросами сейчас я пропускаю эту тему, величайшая на свете глупость, я уже и так и так ну что вы творите, что вы за это самое, как жадность дикая, ради того, чтобы продать готовы уничтожить все, вот, а в школу молчит, ладно, кое-что уже показывал, наперед забегал тебе, Рязевка, сволочи вы, если вот такого научили вот этим, они гордятся своими знаниями вот, мы будем проходить, да, жили за металлург, помните, когда вы сказали, что вас шикарно это тоже принцип, жили были три брата, два умных, один футболист вот, я и единственный футболист, но, у меня есть еще 4 минуты вот так природа устроила, никогда, никогда ветки не появляются ниже уровня кустой травы миллионы лет, пока не менялся климат в это время, одиночные деревья пробивались чудом через траву и только выглядя на солнце, начинали давать боковые ветки и за миллионы лет сформировали штамбы, там где была низкая трава допустим, засушливые районы, там и штамбы низкие, там где трава, а вспомним-ка мы Гоголя, да, когда в этой самой степи украинской, южноукраинской, всадник на лошади ехал, его не видно было из-за высоты травы это не я, это Гоголь, вспоминайте, вот и там может быть действительно высокий штамп, потому что не пробьется иначе а почему-то степ вообще без деревни, не может пробиться через такую траву тень, не дает, и только солнце надо и получилось, там бы везде разное, разное, разное понимаете, климат сменился я элементарные вещи рассказываю, жаль, что эти девчонки не смотрят они навсегда, если бы эти темирязники, я их девчонками называю за свой возраст и навсегда бы запомнили это, сменился климат, и теперь растет низкая трава а деревья, как вот они привыкли, что вот трава была, вот подпирала этот самый скелет так и осталось и все, что теперь ниже метра, считается нельзя, 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 а потом берут и рисуют вот этот дебильнейший снимок вот он, и он везде и всюду маячит кто-то берет, объясняет, говорит, нет, у вас неправильно дерево, вот почему у вас листья-то не зеленые, а пожухлые, покрытые болезнями а вот почему, потому что у вас дерево загущено заметьте, у меня все дерево загущены а болезней нет, а человек считает, что дерево загущено сейчас мы его проредим и вот человеку надо, вот заметьте, не 95, не 105, не 50, а ровно 90, нужно пойти из линейки отмерить, и все, что ниже, отрезать не понимая, что сюда идет глюкоза, и кормит она корни, и всю живность, это же производство глюкозы дерево производит для нас плоды а что в плодах, ну-ка ай ты который с этим сам себя нарисовал что в плодах глюкоза что производят листья глюкозу, куда они идут вверх и вниз к корням и все, они напитывают почву глюкозой да разве можно ли еще ветку-то отпилить а потом вот эти-то зачем загустишь ведь, сразу загустишь а если ты, блин, вот это загущение, до загущения загущения, загущения, загущение, загущение, загущения на хрена ты тогда собираешь глюкозы зачем-то ты скоричил дерево вот это отрезать на кольцо зачем им это отрезать если сейчас, у тебя с каждой это 5, 10, 20 веток сейчас будут вертикальные тем самым, которых вы ненавидите И вот взять вот так вот на крупнейшем канале, сказать, неправильно у вас дерево, поэтому свистят зерно. Может, они потому что сгнило основание штамба, скорее всего. Откуда его, знаете, подкопайте, посмотрите, не приедете там внизу? Нет. И берет, вставляет вот эту фотографию, вот эту, которую взял с интернета. Ах, вот как надо. Ну, неужели это-то понять-то как? Ну, один раз посмотри, выпустили с этим языком, а? Может, навсегда откажешься от этой идиотской мысли и мечтам? Постулат Железова. Ну, чего я разорался? Я не могу, потому что, когда вот это вижу, это предательство, это подлость. Ну, ни хрена ты не понимаешь, чего ты лезешь-то со своими советами? 90 сантиметров. Где? Ты что, у богов скрижали? Я, что ли, видел, что там есть инструкция? Садить дерево. Всё лишнее, что ни за 90 отрезать. Нигде ты этого не видел. Это придумали специалисты, чтобы была лишняя фотография, чтобы был лишний рисунок, лишняя статья, лишний фильм. И пошло-поехал. Отрезает, 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 отрезает. А почему я к тебе ищу? На хрена было написать, что Железову несёт чушь? Чёрным по белому. Как их сюда заставить? Ну, их будет в спецназ послать. Руки в наручники. К Железову. Посадил, сказал, вот, смотри, смотри. Будешь смотреть, с голоду помрёшь. Или будешь смотреть, куда ты денешься? Постулат Железова. Высота стамбов деревьев в дикой природе сформировалась в миллионы лет и стала постоянной частью генома. Это постулат. Это закон фактически. Потом уже не важно, какой высоте трава. Вот теперь навсегда вот такой стамб. Навсегда. И ниже никогда не будет. И выше никогда не будет. Пожалеть их не называть фамилии. Как могла Тимиревская Академия вот так учить? Девять видов веток лишних. И зародуем дерево, но как этот? Всё пропьём, но плод не опозорим. Я много пропустил. Ещё будет несколько тяжелейших тем. Тяжелейших. Вот. Просто тяжелейших. Тут ещё один момент я упустил. Но моё время вышло. Жалко, 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 жалко. Жалко, жалко, жалко. Жалко. Говорил, говорил. Говорил, говорил. Всё. Переходим на... Слушать будем, жалко, жалко. Заводчушь. Тогда переходим сюда. Тогда переходим сюда. Посмотрите. Значит, семена. Решение принял с вашей поддержкой, с советом. Тут с каждого, с каждого этого статьи мне неудобно открывать. Чужое. Вот. Но с каждой такой, это может целый фильм создать. Подробный. Я такие делаю. Вы заветели? С фотографиями. А вот Владимир Иванов. Примите заказ на семенной кости. И пошло. Амур Сеенцевый всех по 30 штук. А то есть, смотрите. Амур Сеенцевый, это номер один, номер два, номер три, номер пять, по 30 штук. Я не открывал. Гражданин Иванов. Вот. Итого. 150. Так. Ну, а дальше умножаем, само собой, на 25. Стоит они того? Вы знаете, вот сейчас у меня нет времени открыть каталог, и вы увидите, они все разные. Но один неповторим. Вот. Но у вас будут чудеса. Если Академика появился, если Королевская появился. А почему? Амур Апалит запросто. А вы помните тут бай? Вот такой я показал бай. 120 грамм. А семечка вот такой вот. Там, ну, грамм 15, да? Ну, 20. То есть в пять раз меньше. Понимаете, что получается? Получается, что может вот такой родиться. С бая. И наоборот. Сеянца Амура. Амур же это 20 граммов. Муникультурный, но сами понимаете. Сеянец, все, все взять. Может быть, получится наоборот. Вот. И получается. Все фотографии, что вы видите, это все формально. Это позади. Это позади. Вот. Теперь так. Смотрите, я не хотел, не думал засыпать. Смотрите, видите, написано. Омский садовод. Рядом. Сибирь, значит, показывал. Черешево сада нет. Торгует черешями. Когда будет закон, что человек должен знать, где, в каком питомнике родилось. Питомник, город, село. Чтобы точно знали. А вот это вот, моя фотография. Это моя фотография. Они же смотрят. Вот это. Еще один. Моя фотография. А это. Моя фотография. А это. Я потерял приоритет, потому что я не могу найти первый стосик. Но это, когда я фотографировал, эта ветка свешивается. У нее нет штамба. Еще одно вранье. Так? Вот. И это совершенно разные. И абрикос академии. Пусть это не моя фотография. Но это, а самое распространенное. Наравне с моими, самое распространенное. То есть, их украдено вот таких. Некогда не буду открывать. Сотни питомников присвоило. И все. Ну, хорошо. Это кто-то может. А как человек смотрит? Вот фотография. Вот она исчезла. Да? Видели? У него такой наклон был. Ветки. Ветку сделали вот так. Как называется? Зеркальная, что ли? О, все исчезли. Ладно. Так же нет? А давайте еще где-нибудь посмотрим. Ну, например. Ой, некогда. Короче, я вот это вот, Владимир Иванов, собираюсь на нем заработать. Пять по тридцать. И надеюсь, он меня отблагодарит. Потом хорошими фотографиями отблагодарит. Когда же плодоносит. Пять по тридцать. Пять по тридцать. Пять по тридцать.